Здравствуйте, дорогие друзья! Пока все сидят дома, мы продолжаем знакомить вас с историей экспонатов и коллекции нашего музея. Сегодня четвертая передача из цикла «Слои времени». За свою более уже высоклетнюю историю наш музей накопил обширные научные коллекции. Многие экспонаты уже сами по себе являются частью истории. Посетители могут познакомиться с историей нашего музея на втором этаже, где открыта небольшая историческая выставка. Обычно посетители останавливают свой взгляд на каких-то очень ярких экспонатах, необычных, хотя и небольшие экспонаты также хранят много интересного. В одной из витрин лежит то, что небольшой путь, с виду ничего примечательного, однако она оказывается частью коллекции в несколько тысяч экземпляров, которые передал в нашу жизнь Григорий Иванович Поляков. Все эти экспонаты великолепно выполнены и этикетированы. Кроме сектора металлогии, сборы Григория Ивановича хранятся и у триологов, о чем свидетельствуют записи в инвентарных книгах этих секторов. Что же мы знаем о Григории Ивановиче? Кто он был? Ученый или любитель? Григорий Иванович родился в семье Ивана Кондратьевича Нанилы Карповны, где было пять родителей. Три дочери и два сына, Елисей Иванович Старший и Григорий Иванович Младший. Иван Кондратьевич Поляков был незаурядным человеком, крепостной крестьянин из Богородского уезда Владимирской губернии. Он много работал, скопился в большую сумму денег, с помощью которой смог выкупить и себя, и свою будущую жену у помещика. И они ушли на заработки в Москву, и в Орехово-Зоево Иван Кондратьевич поступил сторожем на фабрику Елисея Савича Мородова. Активного и грамотного молодого человека приметил хозяин. В скорости он его делает одним из основных представителей фирмы. Своего первого сына Иван Кондратьевич назвал в честь своего покровителя Елисея. Когда Елисей Савич Мородов умер, по наследству дело превзошло его сыну Викулию Елисеевичу. На этом фото он крайний справа. При нем Иван Кондратьевич сначала становится бухгалтером, а затем управляющим. В фабрике в селе Савин. Морозовы известный род купцов и крупных промышленников России. Основатель династии Савва Васильевича Морозова, известный промышленник, меценат, на самом деле был сначала крепостным крестьянином из села Зуево-Богородского уезда Московской губернии. Он основал клавчатый бумажный мануфактур. У него было пятеро сыновей, от которых пошли как раз четыре ответвления знаменитого Морозовского дела. Викула Елисеевич в 1882 году учредил товарища на мануфактур Викула Морозова с сыновьями. На этих мануфактурах работало более 13 тысяч рабочих. Он известен был своей меценатской деятельностью. В частности, он жертвовал значительные суммы на Алексеевскую психиатрическую больницу в Москве, на Александровское коммерческое училище. А также завещал большую сумму денег для строительства детской больницы в Москве. Эту больницу, которая так и называется Морозовский, которую мы хорошо знаем, построили уже его сыновья в начале 20 века. Савинская мануфактура вошла в 1909 году в товарищество, которое так и называлось, товарищество Савинской мануфактуры Викула Морозова сыновей Ивана Полякова и компании. Иван Кондратьевич в товариществе имел значительную долю, 200 паи, столько же, сколько было и у каждого из сыновей Викула Елисеевича Морозова. Кроме того, небольшие паи были и у Елисея Ивановича, и у Григория Ивановича. Савина фабрика была градообразующим. Помимо общежитий для рабочих, были двухэтажные дома с квартирами для служащих, была начальная школа, был больничный комплекс, был построен преображенский храм с очень необычным фаянсом, анастасом. Были построены и дома для управляющих. Дом Ивана Кондратьевича Полякова сохранился, и как вы видите, он был весьма небольшим по размеру, не скажешь, что это дом миллионера. Иван Кондратьевич Поляков имел очень большой авторитет в обществе. Он стал потомственным почетным гражданином коммерции Совета, главным Земского собрания Богородского уезда, выборным Московского биржевого общества, членом Совета Воскресканского банка и Особого комитета по тарифным делам по Примосковской бирже. Это товарищем председателя Российского взаимного страхового союза, членом Московского отделения торговли и мануфактур и прочее, прочее, прочее. Дома его сыновей также были построены в Савино, недалеко от Отцовского дома. Они все были выстроены так же, как и школа и больница в едином архитектурном стиле. Дом Елисей Иванович, к сожалению, не сохранился. А дом Григория Ивановича стоит до сих пор, хотя со всех сторон на него наступает многоэтажная застройка. Григорий Иванович заведовал ткацким производством на фабрике в Савино, но увлечение естествознанием вскоре стало его основной практической профессией. Как он сам вспоминает об этом в своем начале и почему его увлекла именно эта сторона науки. Будучи с детства страстным охотником и роволомом, я все свободное время проводила, наблюдая природу. С 1900 года, отчасти под влиянием Лоренца, я приступил к систематическому изучению орнитопауна Московской области с составлением коллекции и введением дневника биологических наблюдений. Федор Карлович Лоренц был известным орнитологом, основателем Московской школы от Акстернии. Он также происходил родом из Богородского уезда Московской кубернии. В семье Поляковых сохранился рукописный устав компании Глубевуда, который был написан Григорием Поляковым, тогда 17-летним юношей. Он вместе со своим другом собирался организовывать вот такое предприятие. С 1909 года Григорий Иванович участвует в работе комиссии по изучению фауны Московской кубернии при императорском обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. Это общество, как я уже упоминала в предыдущих передачах, было организовано Анатолием Петровичем Богдановым, заведующим нашим музеем еще в XIX веке. И комиссия по изучению фауны Московской кубернии, это тоже детище Богданова. Но активная деятельность этой комиссии началась при следующем заведующем Григорием Александровичем Кожевниковым уже в начале XX века. Григорий Иванович Поляков публикует в 1910 году большую работу о орнеотологической фауне Московской кубернии, где посвящает распространению водоплавающих и околоводных птиц не только в этой губернии, но еще он попытался оценить возможность обнаружения или не обнаружения тех или иных видов птиц на территории Московской кубернии, привлекая материалы по перелетам в сопредельных областях и анализируя материалы по зимовкам. Для региональной фаунистики это был очень новый прием, который предвосхитил эру кольцевания. Вторая его работа была опубликована уже в 1916 году. Но, к сожалению, у меня нет возможности в связи с закрытием пока временной библиотеки показать вам подлинные статьи, поэтому я могу ориентироваться только на репринтные издания. В 1909 году Григорий Иванович получил неожиданное приглашение от известного орнитолога Сергея Александровича Бутурлина совершить поездку в Западную Сибирь для поисков гнездовья ряда редких видов, в частности азиатского и красавидного ветерина передельника, танкоклевого кронштепа и длиннопалого песочника. Местом исследования было решено выбрать озеро Зайсан, дельту Черного Иртыша, а также часть Южного Алтая, в частности озеро Маркоколь. В обсуждении плановых экспедиций приняли активное участие Фридрих Карлович Лоренц и Петр Петрович Сушкин, которые одобрили план. Есть основания полагать, что решающее слово в выборе маршрута принадлежало Петру Петровичу Сушкину, который уже в 1904 году побывал в Зайсане с целью изучения фауны птиц хребта Сау. План экспедиции был также поддержан Советом Императорского Русского Географического Общества, которое выдало командировочное удостоверение Полякову в приграничную зону и некоторое оборудование. А Григорий Александрович Кожельников, заведующий зоологическим музеем Московского университета, снабдил его всеми необходимыми оборудованиями для сбора животных. Все финансовые расходы на экспедицию Григорий Иванович целиком взял на себя. Помощником был приглашен студент Московского технического училища и еще два дополнительных препарата. Экспедиция продолжала 72 дня, из которых 42 дня было потрачено как раз на орхеологические наблюдения, а остальные дни на переезды от одного места наблюдения к другому. Было впервые в результате этой экспедиции сделано подробное описание гнездовой пауны птиц озера Зайсан, дельты Черного Редыша, его пойманных лесов, а также территории Южного Алтая, в частности Курчунский гор, Азутау и озера Маркоколь. Всего за время поездки было отмечено 180 видов и подвидов птиц. И вот здесь есть фотографии как раз из работы Григория Ивановича Куликова, сделанной в экспедиции. Собранная коллекция включала 460 тушек птиц, 136 видов и подвидов были фиксированы еще в спирту, были собраны кладки и гнезда и яйца птиц. И кроме того, были коллектированы еще и животные других токсомонических крупных. Большая часть сборов была передана в Зоологический музей Московского университета. Обработкой сборов занялись крупнейшие зоологи того времени, ну в частности, например, млекопитающих взял на себя Сергей Иванович Огнев, рыб Лев Семенович Берг, а журналы с метеоданными и фотографиями были переданы в Русское географическое общество. Вот у нас, и опять же, вот в семье Поляковых сохранилась фотография Григория Ивановича, снятого вместе с Сергеем Ивановичем Огневым в Зоологическом музее Московского университета. Это как раз наш верхний зал с млекопитающими и птицами. Орнитологическую коллекцию, которая была собрана в результате экспедиции, обрабатывал сам Григорий Иванович. В результате он опубликовал работу под названием «Поездка на озеро Зайсанно и Маркокуль». Работа была опубликована несколькими частями с 1912 по 1914 год. Кроме того, Григорий Иванович провел систематическую обработку, переданную ему коллекцией Андрея Петровича Тележанина, которая включала более тысячи экземпляров и в 243 видах и подвидах. Андрей Петрович был участковым врачом в городе Зайсане, местным орнитологом-любителем. И по результатам этой работы Григорий Иванович еще опубликовал статью, которая была также выпущена несколькими частями в 1915-1916 годах. И там впервые был филонистический список птиц восточного Казахстана представлен. По своим Зайсанским сборам Григорий Иванович описал несколько новых подвидов, частую Зайсанскую желтую трясогуску, Зайсанского полевого боробья, а также подвид бородатой куропатки и филина. В честь Григория Ивановича Полякова Петр Петрович Аксутушкин назвал подвид седоголового щегла. То, что Григорий Иванович преддавал в зоологическом музее Московского университета не только орнитологические сборы, но и зоологические, пиреологические коллекции, показывает записка, которая была адресована Григорию Александровичу Кожевникову. Она была найдена в архиве университета. И здесь Григорий Иванович в 1910 году указал на передачу нескольких экземпляров млекопитающих, которые были собраны во время экспедиции. Так что коллекции передавались, видимо, несколькими партиями в течение довольно длительного времени. Самой яркой страницей в жизни научной деятельности Григория Ивановича Полякова была публикация орнитологического вестника. Он выходил с 1910 года по 1917 год. Это было специализированное орнитологическое издание. Идейным вдохновителем его, видимо, был Федор Карлович Лоренц. Однако он до первого выхода номера не дожил, к сожалению. Журнал издавался на следство в основном Григория Ивановича. Он же был главным редактором и выполнял большую часть издательской работы. В предисловии редакции, которую открывала первый номер этого журнала, было отмечено, что наша главная цель – вводить в соприкосновение ученых-специалистов и простых любителей природы, любителей птиц, заинтересовать этих любителей, приохотить их более точным и обстоятельным наблюдением, приучить их обмениваться сведениями, помочь им ознакомиться с научными требованиями, развлечить первые шаги к более широкому ознакомлению с пирматом царства и руководить попытками самостоятельных работ. Этот лозунг актуален и до сегодняшнего дня. Уже в течение многих лет наши сотрудники курируют программу «Птицы Москвы и Подмосковья», а сейчас создание «Атласа гнездящихся птиц по Восточной Европе». В работе над этими проектами привлечены не только профессионалы-орнитологи, но и любители-любители, и эта работа оказывается очень активной и плодотворной. Так что то, что было заложено более ста лет назад, актуально и до сегодняшнего дня. В орнитологическом вестнике постоянно сотрудничали многие в то время известные орнитологи и триологи. Первые десятилетия XX века для Григория Ивановича были насыщенные научной и общественной работой. Он был активным членом многих обществ, работающих в то время. Это и общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. Это и Московское общество испытателей природы. Это и Русское общество криминализации животных и растений. Он был членом постоянной природоохранительной комиссии, созданной при императорском русском географическом обществе. Он же был избран товарищем председателя Русского орнитологического комитета. В 1916 году он стал членом Германского орнитологического общества и Британского орнитологического союза. За свою активную работу, в том числе и издательством, он награжден большой золотой медалью Императорского общества в климатизации животных и растений. Однако, к сожалению, разразившаяся Первая мировая война, а затем Октябрьская революция, фактически подорвали возможность заниматься любимой орнитологией и наукой. Известно, что в начале 1920-х годов Григорий Иванович преподает природоведение в опытной показательной школе Третьего интернационала. С 1926 по 1927 годов Поляков работает в Всероссийском кооперативном промышленном союзе охотников, в частности, секретаря редакции и помощника редактора издания союза. Известно, что в 1923 году Григорий Иванович передал более 7000 экземпляров своей орнитологической коллекции Московскому университету. И об этом есть запись в отчете Московского университета. Вместе с коллекцией были пожертвованы и 37 сундуков специальной конструкции, в которых она хранилась. Этими сундуками мы пользуемся до сегодняшнего дня. Но занятие, непосредственно занятие наукой, было, видимо, весьма эпизодическое. Известно, что в 1924 году Поляков опубликовал еще одну работу по птицам Московской губернии, главным образом Богородского уезда. А в 1925 изучал фауну Курской губернии по командировке от Московского общества испытателей природы. Однако рукопись этой статьи по результатам этой работы затерялась. Хотя известно, что с ней работал Сергей Александрович Бутурлин. Но рукопись не удалось обнаружить. И, к сожалению, в 1927 году Григорий Иванович оказывается на Словенских островах, где проведет почти 5 лет. Хотя в дальнейшем он пишет, что с 1927 по 1931 год он заведовал биологической станцией Словецкого общества краеведения. На самом деле он почти в течение 5 лет был заключенным в Словецком лагере особого назначения. Конечно, этот лагерь, который был первым исправительным трудовым лагерем в СССР, там условия были сначала не столь жесткие. Однако 8-часовой тяжелый изматывающий рабочий день, хотя после него можно было заниматься какими-то своими личными делами, что, безусловно, было абсолютно невозможно в других лагерях. Но тем не менее, на самом деле, конечно же, заниматься наукой в полную силу Григорий Иванович там не смог. И хотя в Словецком лагере была своя типография, выходила газета и журнал, и одну из своих работ Григорий Иванович в 1930 году там печатает. Однако, как следует из текста статьи, сам проводить исследования собственные он практически не может. И известно, что он передавал часть материалов в зоологические музеи, в частности, сохранилось опять же в архиве Московского университета в фондах Григория Александровича Кожевникова. Письмо от Григория Ивановича, где он пишет о передаче паразитологических сборов со птиц и млекопитающих эктопаразитов в музей. И пишет, что это сборы ничтожные, потому что через его руки прошло за истекшие годы всего ничтожное количество добытых здесь животных. Конечно же, тот список, который здесь представлен из 20 с лишним экземпляров, конечно же, по сравнению с тысячными экземплярами, которые были переданы Григорию Ивановичу в зоологический музей, конечно, составляют очень небольшие объемы. Известно, видимо, мы можем предполагать, я бы сказала так, что Григорий Иванович мог передавать не только сборы паразитов, но еще и сами тушки. По крайней мере, в наших фондах хранятся птицы, датированные этими годами, соловков, и нам надо провести тщательную графологическую экспертизу, чтобы подтвердить, что действительно эти экземпляры пришли от Григория Ивановича Полякова. В 1932 году Григорий Иванович оказывается в Вологде, в ссылке, и, к сожалению, даже те научные работы, которые были сделаны уже в лагере, они, к сожалению, остались там. Это и записки у Соловецкой чайки и работа по фауне птиц и гездовых колоний ГАК, в частности. И, к сожалению, в общем-то, состояние Григория Ивановича после лагеря было крайне неблагоприятным. Он пишет Сергею Александровичу Бутурлину как раз весной 1932 года, простите за такое большое промедление с ответом на ваше любезное письмо 25 апреля. Все это время я чувствовала себя крайне плохо и в физическом, и в моральном отношении. Такого нудного, тоскливого чувства ранее мне никогда не приходилось испытывать. А главное, это полнейшая апатия. Даже с отвероточенным на чтение не могу. Где же в таком состоянии написать что-нибудь. Весьма благодарен вам за обещание содействовать в получении из университета моей библиотеки, без которой я работать никак не могу. Конец жизни Григория Ивановича оказался весьма трагичным. Известно, что с 1933 года Григорий Иванович проживал в Подмосковье на станции Перловская. Здоровье его было подорвано лагерными годами и по состоянию здоровья он не смог устроиться никуда на работу, хотя его зачисляли даже научным сотрудником Центральной лесной заповедни. Кроме того, он был практически лишен средств к существованию. Пенсию он не смог оформить, несмотря на прошения по линии Московского общества испытателей природы, которое было поддержано многими зоологами, однако ходатайство было отклонено по формальным причинам. И, к сожалению, в 1938 году Григорий Иванович умирает от туберкулеза. Таким образом, последняя треть жизни этого яркого, талантливого человека оказалась фактически потерянной для российской орнитологии. Вот такая трагичная история оказалась заключена в маленькой птичке, которая лежит в экспозиции нашего музея. А в научных фондах хранятся тысячи экземпляров коллекции Григория Ивановича Полякова. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok